Сосредоточив на границе с Украиной 150 тысяч военнослужащих, а также отправив на совместные учения в Беларусь системы вооружения и подразделения, которые обычно не используются во время подобных мероприятий, например, ракетные комплексы «Искандер», воздушно-десантные подразделения и спецназ, Владимир Путин пытается достичь нескольких целей. Он хочет либо вывести от правительства Зеленского обязательство, что Украина никогда не вступит в НАТО, либо установить в Украине правительство, которое будет готово дать это обещание. Достигнет ли он этого с помощью дипломатии или с помощью силы, сказать сложно, но он полон решимости сделать это. Шансы на дипломатическое урегулирование конфликта с каждым днем снижаются, и страны Запада должны быть готовы к худшему сценарию. Однако, считает Флурной, если Путин решится на вторжение и установит в Киеве лояльное России правительство, он столкнется с массовым повстанческим движением, которое поддержит ряд стран Запада. Кроме этого, будут введены масштабные санкции против энергетического сектора, финансовых институтов, ограниченные поездки для граждан России, введен экспортный контроль. Это будет очень тяжелое экономическое бремя для России. Москва столкнется с полной дипломатической изоляцией, это не будет для Путина выигрышной партией. Никто не хочет видеть в 21 веке авторитарное правительство, способное свергнуть суверенную, пусть и несовершенную демократию. Мишель Флурной подчеркивает, Путин просчитался в своей оценке того, как отреагирует Запад на его действия и в расчете на то, что НАТО продемонстрирует свою слабость. По ее словам, Кремль добился прямо противоположного результата. Один из самых больших страхов Путина – это сильное НАТО с сильным военным потенциалом. Ирония заключается в том, что этот кризис, который Путин спровоцировал, сплотил НАТО, оживил его, дал ощущение цели и важности. Путину удалось создать свой собственный худший кошмар. Он ошибся в расчетах на то, что сможет расколоть Европу, разобщить США и Европу. Он недооценил нашу солидарность в этой ситуации. Александр Яневский. Настоящее время. Америка.